у меня будет очень вкусный рецепт из минтая и для этого рецепта я хочу замариновать мариновать буду на ночь чтобы она была вкусненькая внутри вот такие вот красивые кусочки получили здесь у меня 5 рыбок вот такая вот ложечка приправы с солью пол ложки копченой паприки немного сухого чеснока в гранулах и ложечка лимонные приправы для рыбы все хорошенько перемешаю и отправлю на ночь в холодильник чтобы она травмариновалась еще совсем забыла немножечко куркумы противоопухолевое средство мы же не хотим чтобы у нас были опухоли поэтому я везде по чуть-чуть добавляю промариновалась теперь нам нужно ее после гонца обжарить обжарить мне надо ее для того чтобы сделать из нее филе потому что я однажды пробовала делать филе из минтая сырого не наверное 50 процентов мяса осталось на кости так мы сейчас термически обработаем ее пакетик с мукой вываляю ее в муке и слегонца обжарим чтобы можно было хорошо отделить мясо от кости вот такой вот очень чистый способ отбалки мукет смотрите я думаю принцип понятен разобрать ее на филе отделить кости от мяска вот столько вот филе получилось ни одной косточки не осталось очень удобно вот такая вот у меня форма для запекания налила я немножко масла сейчас надо ее смазать и буду вот рыбку раскладывать вот этой вот частью вниз зажаристый верх для овощной шубки я возьму 10 карташин 2 лука 2 чеснока вот такая вот кучка у меня помидоры если нет помидор то можно заменить либо кетчупом либо столовой ложкой томатной пасты 2 морковки и вот один такой вот перчик лук порежу полукольцами буду обжаривать добавлю ложку приправа солью пол ложки копченой папки немножко куркумы морковку натру на крупной терке перец соломкой а помидоры кубиком вот такой вот красивый лучок добавляю перец и помидоры в него и немножко испарю влагу все достаточно сильно высушивать не надо выкладываю морковку и протушу все вместе до мягкости морковки еще немножко посолю картошку натру на крупную терку столько вот сухого укропа пол ложечки пол ложечки приправа с солью и вот такой вот букет перцев немного еще таких вот хочу проватских трав немножко добавить все сейчас картошечка немножко промаринуется доделываются наши овощи а тем временем я начну готовить соус для заливки нашей шубки для соуса мне понадобится 150 миллилитров воды 2 чеснока и 300 грамм сметаны любой жирности и вот столько вот соли чтобы не было пресно я возьму вот такой вот стаканчик у меня все по простому 300 грамм такая консистенция нужно получить шлепает по стороны 2 зубчика чеснока сюда на рыбу наверх выкладываю овощи картошка очень удобно с этого стаканчика с леечкой может быть он и не презентабельный но очень удобно вот смотрите вот так вот нам на все хватает так немножко переболтаю чтобы чесночок на дне не остался накрываю фольгой и ставлю в разогретую духовку до до готовности ну что у меня здесь получилось смотрите какая запах какой какая вкуснятия и посыпала сыром грамм 200 у меня ушло был небольшой кусочек и буду запекать до румяной корочки ребятки обязательно сделайте это блюдо она настолько легко делается мама такое вкусное посмотрите какая красота сейчас я вам перевернул так вот смотрите какая рыбка нежная мягенькая все настолько сочное все хорошо пропеклось я уже во всю пробую эту вкуснятину обязательно повторите этот рецепт он очень простой но очень вкусный и кому понравилось заходите почаще ко мне на канал подписывайтесь у меня на канале очень простые очень бюджетные и доступные рецепты так что добро пожаловать